Приветствую вас. Я думаю, что проблему чисто интимного характера можно решить. Это решается достаточно просто. Через разговоры, через какие-то изменения в поведении. Вот. Через добавление, например, игрушек, например, каких-то еще моментов, то есть через разнообразие сексуальной жизни. Вот. Но на мой взгляд, на мой взгляд, есть два нюанса, которые я хотел бы осветить. И которые, вероятно, которые вам, вероятно, не понравятся. Первый нюанс в том, любите ли вы действительно своего мужчину. Ну, любите ли вы его на самом деле. Дело в том, что любовь – это, безусловно, принятие. Но вы своего молодого человека не принимаете таким, как он есть. Вы недовольны некоторыми его параметрами. И это, как бы, немного исключает тот момент, что вы его любите. Ну, может быть, не включает, но в любом случае, выносит, скажем так, определенные коррективы. В то, что вы любите вы или нет. Следующий момент заключается в том, что, поскольку в прошлых отношениях вы находились достаточно долго, в течение семи лет, можно говорить о некой вашей зависимости или со-зависимости от молодого человека. От его такого вот грубого обращения с вам. И можно говорить, что в какой-то степени нравится вам и возбуждает вас именно его агрессивность, его грубость. Вот. То есть, это некая такая вот, ну, я бы сказал, может быть, немного самозащитная позиция. То есть, вам вот, вам может нравиться как раз-таки грубость и сила, и, может, мне нравится как раз-таки нежность и какое-то проявление ласки. Потому что, тоже сексуальное, например, возбуждение, но оно связано очень сильно с чувством безопасности человека. То есть, тем, насколько человек безопасно себя чувствует, насколько человек комфортно себя чувствует. Вот. Если человек тревожится по какой-то причине, например, если человек что-то беспокоит по какой-то причине, то, ну, к примеру, в таком случае о сексуальном возбуждении говорить не приходится. Вот. И, конечно, это может быть проблема для вас. То есть, вот, проблема в том, что вы элементарно со своим молодым человеком не чувствуете себя, ну, как-то вот комфортно, что ли, со своим молодым человеком, вы не чувствуете себя в безопасности со своим молодым человеком. Вы не чувствуете себя женщиной, грубо говоря. Вот. Женщиной, ну, в чисто таком вот гендерном аспекте. И вас это тревожит, вас это беспокоит, вас это напрягает, конечно. Поэтому здесь стоит смотреть на все эти нюансы. Здесь стоит смотреть на все эти аспекты. Здесь стоит разбираться во всех этих вещах, как и что для вас то или иное означает. Вот. И уже смотреть, что именно в себе вы хотите, что именно в себе вы готовы поменять и готовы ли вы что-то поменять в себе. Вот. То есть, хотите ли вы менять, готовы ли вы менять. Вот. И так далее. Потому что, если вы не готовы меняться, если вы не считаете, что там проблема в молодом человеке, и всерьез говорить о том, что вот, к примеру, там все дело, допустим, в том же размере, к примеру, да, вот, то, ну, проблема не решится таким образом. Потому что получается, что мужчин вы выбираете вот по таким физическим параметрам, это довольно уязвимая позиция. Вот. Так что, момент здесь такой. Я бы сказал, не однозначный. Обязательно. Вот. Но его можно в этот момент, конечно, рассматривать, если вы хотите, безусловно. То есть, я вот не очень понял, эм, чего вы хотите вообще, честно говоря. Да, то есть, как бы, я не понял, эм, что вам нужно. Вот вы спрашиваете просто, что делать. Что делать с чем, например. Что делать с кем, например. Вот. Потому что, ну, к примеру, мужчина, он вряд ли, да, что-то делает со своими параметрами, если только он, там, не захочет сделать операцию. Но это же, сами понимаете, исключительно его дело. Вот. Поэтому, эм, тут, опять же, вот, вопрос такой, чего вы хотите, сами, что вам нужно. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, там, можно будет, о чем-то говорить. Вот. Ну, я думаю, примерно такой. Ответ можно вам дать соответствующий тем, что вы написали. Вы можете либо, например, сформулировать более, эм, так сказать, конкретно свой запрос, да, либо, ну, уже решить, в каком направлении вам хочется двигаться. Вот. Вот. Что вам хочется делать и, что конкретно, что конкретно вы хотите изменить себя. Вот. Я думаю, примерно так. Примерно так. Эм, вот, в принципе, то, что, то, что я мог бы вам ответить. Эм, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.